погнали на растаможку погнали все nexia 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 шевролюха вачете кобальт прошел кобальт шевроле еще когда еще один кобальт охренеть очень много вот даже я не знаю все сигналят надо не надо мы тоже немножко отличились а там вот фура на обочине стоит вот я думаю нам за ней надо встать сходить оформиться что все упало блин пока ехал бутылки документы принять все поправить футболка даже свалилась всем привет все друзьяшки следующий день выехали с таможня и приехали на выгрузку в аэропорт там вот нас просто маживает и выгружает сразу вот это вот смотрите такая прикольная машинка она походу буксирует самолет и это мощное мощное овощи как у меня за здорового бычара такие две вот там вдалеке самолет стоит узбекистан территория тут конечно вся зааспортированная вообще круто самый сок для выгрузок мы вообще спокойно заехали и задом сюда сдали все две машины моя за шестнарем этим стоит отсвечивает да прикольная . какие-то регулировки тумблера непонятные машинки ну это что-то типа тропа короче я так понимаю что-то наподобие тропа надпись аэр Мараканд это аэропорт Мараканд здесь получается да? ну да господин серго добро пожаловать в аэропорт Мараканд поля первым пассажиром до Баган каких машин только нет да? азбекистан самарканд взгляд пассажирского самолета и и азбекистана а's и а и и и пока нас выгружают обед вышли покушали вот такая красота такая красота получается тротуарчик идет и вдоль тротуара такие вот всякие тропинки можно гулять тут мусор оставил очень красиво набрал вещей джинсовку кофту типа короче со штанами 2 футболки в этом магазине самарканте еще ништяк ну короче вышел на триста пятьдесят тысяч сомов 350 тысяч сомов по-моему где-то так вышло все это разделить на 155 и вот будет наши деньги все друзьяшки нас выкинули вот аэропорт как он выезжает с аэропорта ребята подошли сфотографировались подписались на канал вам еще раз привет братва все погнали мы все слава богам 1453 москва мы выезжаем на на стояночку есть погрузка но нужно успеть бегать еще до регистана посмотреть как чего там раз уж приехали узбекистан такой красивый солнечный узбекистан мне он очень понравился ребят вот купили здесь шмоток он смотри сколько шмоток у меня там валяется просто шмоток мы покупали сейчас еще чем посмотрим вот такие дела поехали круто конечно здесь вообще такая территория бомбезная мне понравилось здесь выгружаться территория позволяет что самое главное нашей нелегкой профессии кстати сегодня ребят у нас какое 27 по моему до 27 число по моему сегодня день праздник день водителя большегруза так что ребята всех причастных к этому празднику поздравляю желаю вам ребят без аварийных ситуаций на дороге решение всех спорных моментов лучшим лучшую сторону естественно счастья здоровья и пусть навсегда ждут и да главное дождутся дом наши родные и близкие такие дела но мы тихонько выезжаем сейчас немножко провалилась надо подальше взять а подальше вот он почему не взял там вот и херня такая вот у нас 13 метров прицеп мы все без проблем тут пройдем там с большим запасом сюда кстати заезжали и 16 сюда не зашел так как мы отсюда от выезжаем аккуратненько друг за дружкой пойдем парковка направо по сути что видишь там заезд наварийки пока ну да я так понимаю до конца и там справа как то можно будет зайти на площадку эту большую где автобус стоит то я сейчас прекрасно понимаю тех ребят кто покупает здесь белую машину я бы в обязательном порядке только белую бы и взял потому что очень жарко так у меня сейчас с жопой надо туда будет заехать и там машину оставим надо это сделать очень быстро пока не сзади какая-то машина вот ладно что она очень долго все думает поэтому сделаем побыстрее так задняя передача руля полностью влево выруливаем ничего не видно блин не вижу в правое зеркало блин вроде все нормально еще немножко еще немножко влево все отлично тихонечко толкаем назад это прямо до а это только дверь за вот такси все братва погнали мы до регистана все мы короче в регистане гуляем с отлитином вышли выбрались тачки оставили решили погулять а как он ну это по моему не то что то там такие три здоровые а вот может дальше они три здоровые как такие мечети я не знаю вот они раз два столба да вот три наверное да башка упала видимо с той третьего да без башки не знаю вот сейчас раз два три мне кажется мы правильно идем да так нам сказали вход отсюда и он платный сейчас посмотрим сколько это будет все стоить ну тут я вам скажу ребят очень красиво так то да так 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 регистан друзья регистан здрасте платить Касса все дальше и дальше. Показывает, а куда? Здесь что ли? Нормально, так людно, да? А, вот эти фотографии. Отсюда все фоткаются. Короче, друзьяшки, все фотографии в интернете вот отсюда. Я стою на этом месте. А, здесь, походу, плачет, да? Да, кажется. Сейчас узнаем, сколько стоит. Сколько? Не вижу я. А, это ансамбль? Да. Сколько стоит? Откуда? Друзьяшки, для граждан Узбекистана пять тысяч сумм в проход. Для всех остальных приезжих иностранных туристов пятьдесят тысяч. Денег сейчас не хватило за вход, и мы все, идем. Через дорогу можно, якобы, где-то поменять, но, опять же, банкомат, он сказал. А, блин, ты там закрылся. Чего зайдем мы туда? Ну, там вон в эту открытку. На площадке. Там вроде можно туда зайти внутрь. Ну, вот в площадке ходить там все. Не, они в эту заходят, прям внутрь? А, внутрь. А, внутрь. А, помните, кто надо? А все? Нет, они где-то. Я живу лоханутбука на мега. Где они? Варуй граждане Узбекистан панчо-азор, варуй дега дала панчо-азор, обидно стал. Обидно стал. Пидарас они. Я их рот ебал. У меня так грубые. Ты че, блин? Пусти к тебе суммами. Говори, если сколько не дашь, бесплатно вас отдадите назад тебе. Все, это мотоцить. Если кто-то, тоцит. Говори, недавал сунут. А как было похоже мне? Понимаю тебе? Это мотоцить. Поведные санки. Здесь на автарите. Там рихи. Там рихи. Там рихи. Там раха. короче обменяли мы бабки 5 тысяч рублей на 800 тысяч сомов сейчас возьмем воды и поедем дальше какой у вас возьмешь? кого возьмешь? да ты что будешь? воду простую? как она открывается? такси нас ждет, мужик вообще нормальный такой а мы пришли в торговый центр поменяли бабки надо купить сумочку, чтобы все эти моменты в сумку сложить и ее просто таскать с собой маленькую Макон Мау называется Макон Мау называется Макон Мау Макон Мау Макон Мау Макон Мау скинулся сейчас минус сколько расход еще да да еще минус купил себе сумчанку братва так вот смотрится не знаю как у тырок или нет, но удобно все туда сложил, ничего в карманах не валяется хрустяк плюс птички да здесь скукают даже если на голову какой нибудь настрет да да потом панамку не отстирает деньги будут, деньги пускай наструт какой тебе как он нельзя все друзьяшки проходим все 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 тебе надо было стоять там на низком старте все мы в Регистане и только мы сюда зашли свет включился посмотреть как красиво я в телефон у меня сел но обязательно надо сфоткать кому-то свести к нам вход стоит напомню 50 тысяч сумм для россиян и для приезжих туристов для граждан Узбекистана 5 тысяч сумм да вот так вот так вот зарабатывает здесь короче предлагали нам гидов гидов здесь предлагали двести пятьдесят тысяч сумм вот 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 что-то мы как-то не знаю отказались бабки конечно есть не знаю хотим сами погулять так куда прям глаза захотят идти старые цивилизации да да ну вот короче мы начинаем с левой отсюда ребята очень красиво бам бездна просто вообще там да он всякие сувениры да продает надо кружку купить мы посмотрим на законом кружки вот как ж вы вы на загустите с двор запрещ grazie короче с Прикольно так вот машину повесить, чтобы она как будто бы на заднем. А почему у вас? По 10 тысячам. Это на магнитах, да? Да, да, керамика. А вот эти бусы как-то неправильно звучат? Это четкие. Ага. Эти по 25, по 10, по 5, по 10 тысяч часов. А это на руку да вообще? На руку браслет. А они по чем у нас? 10 тысяч часов. Адидас. Только Адидас, да, тут у нас? Или еще какие-то есть? Вроде все Адидас. Все Адидас. Адидас. Это полковые шарфы. Ага, почему они? По 150 тысяч, раз это, расцветок много и они очень широкие. Они есть узкие, средние, но это совсем широкие такие. Но это ваше, да? Получается? Это наше. Это натуральный шелк 100%. Они помещаются на ладони. Чистый шелк. Как у них прядь? Я в жене думаю какой-то выбрать. Какой лучше прядь? Рассветку смотрите. Она бладенькая, темненькая. 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 Тогда посветлее надо брать. Вот они-то очень красивые. Вот красивая рассветочка. Смотрите, какая красота. Вот это тоже красивое. Вот это тоже классно, да? Да, это очень нежная рассветочка. Сейчас вот в видео она посмотрит, потом скажет, вот я то хотела, а ты купил не то. Нет, просто когда много, тяжело выбирать. А когда одно отнесете, будет самое красивое. Они как бы все размеры одинаковые, да? Да, шарты одинаковые. Просто у всех расцветки разные, да? Давайте вот это вот возьмем. Так, а на девочку или на мальчика вот интересно? Да без разницы. Тут вот она, блин, такая, не знаю даже. Рассветок много. Просто я вам одну показываю по размеру. Картинка одна, а расцветки разные, да? Да. Вот это еще чуть-чуть меньше. Вот это для девочки. Прям вот то, что надо, похоже. Но мне кажется, она ей маловато будет. Маловато будет, значит чуть-чуть побольше. Это сорок размер, да? Вот сорок второй. Какой же она мне размер говорила? Это шелковый путь, откуда проходила. Хива, Ташкент, Самаркан, Бухара. Верблюдь, это караван. Вот отлично. Вот мне надо на девочку, на мальчика? Это на девочку. А, сейчас. На мальчика можно вот серенький, голубенький, бордовенький, черненький, синенький. Давайте серенькую посмотрим. Они как бы рисунут тот же самый, да? Нет, этот чуть-чуть другой. Тут Узбекистана нету, ссылка вот, а тут Узбекистан. Да, но то же самое. Хива, Ташкент, Бухара, Самаркан. Это производство наше, да? Наше. И это работа, и само трикотаж это наше. А трикотаж это из чего назовем вообще? Хабе. Хлопок. Хлопок? Да, 100% хлопок. Все, давайте вот эти две футболочки еще возьмем. У меня еще самый маленький есть. Есть еще. Вот он, знаете, только учится ходить. А, вот ему год скоро, кстати. Вот я его запомнил, да. Ух ты, какая. Есть что-нибудь поще самого маленького? Вот, мне кажется, да, самое то. Какая раз цветочка. Так, бордовая, синяя, да, есть какая-то темно-синяя, серая. Красная тоже, и для мальчика тоже подойдет. Вот давайте может бордовую посмотрим. Да, вот, красиво. Она почему маленькая? Одинаковая. Одинаковая. Так, получается 3 по 50, да, это 150, это окружка. 250. Все. Я пока ходил там всем деткам, жене покупал, потерял товарища своего. Ну вот он с фонариком ходит, снимает. Что ты купил что-нибудь? Нет, я ищу. Я тут, блин, детям забрал мафет. Ты посмотрел там? Да. Да. Интересные эти. Что? Про космос, про это и... Нет? Первый этаж, второй этаж, короче. Ты на втором этаже был? А здесь что, ну-ка, что такое? А? Там был? Нет, там площадка эта. А, пошли вот туда. Вот, Хабиб из Кэшапа продает все здесь. Угу, папаха. Как, Библия у нас. Да. Так, хорошо. Это золотые яйца, короче. Вот. На золото будет золото. В турнатуре книга тут надо? Да. В турнатуре книга тут надо? Офигеть она такая. Большая. Вот такие браслеты старинные. Как на гладиаторах. Да, невесты, да? Как на гладиаторах раньше были. А, это у женщин думаешь, да? Да, да. Украшения, украшения. Это современные уже? Явелирных здений. Смотри. А, вот это старение все вот это, да? А там идет уже современные все раньше. Круто, конечно. Мирзу Улбек справа. Вот он. С учениками в центре. Так. С учениками. Да, вот получается справа два учитель, а вот это два ученика, что ли? Да, да. Он здесь создал для теплого. Фиганик тут живой, да? Фиганик тут живой, да? Ну да, глаза смотри. Ну да, глаза смотри. Окей. Вот мы, ребят, сейчас находимся вот здесь вот, в первом. Нам еще туда и сюда можно сходить. Пойдем, а то мы тут до ночи будем сходить.